До минимума за последние 60 лет. Китайский госстат сообщил, что по итогам прошедшего года в стране стало всего на 480 тысяч жителей больше. Главной причиной называют снижение числа женщин в возрасте от 20 до 34 лет. С 2016 по 2020 оно уменьшалось в среднем на 3 миллиона ежегодно. Суэлекту внесла и быстрая урбанизация. Молодые жительницы больших городов больше ориентированы на карьеру и саморазвитие. Низкая рождаемость и резкое старение населения грозят серьезными социально-экономическими проблемами. Поэтому китайские власти с 2013 года разворачивают демографическую политику на 180 градусов. В 2016 они сняли все ограничения на рождение второго, а прошлым летом третьего ребенка. По закону все рожницы в Китае получают 98 дней оплачиваемого декретного отпуска. В регионах его увеличивают в зависимости от числа детей в семье. Входят дополнительные родительские отпуска и отпуска по случаю свадьбы. В восточной провинции Джейцзян дошкольная инфраструктура становится приоритетом городского планирования. Мы решили продлить декретный отпуск, регулируемый центральным правительством, на 60 дней для первого ребенка и на 90 дней для второго и третьего ребенка. Пока ребенку не исполнится трех лет, обоим его родителям предложен ежегодно дисплеерный дополнительный отпуск. Продолжение следует... Продолжение следует...